Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире «Аэронавтика» – познавательная передача об авиации и авиамоторостроении, и с вами я, ее ведущая Маргарита Безбородова. В этом выпуске мы, как и всегда, обсудим последние новости мира авиации, а также узнаем подробности визитом министра внутренних дел на флагман украинского авиамоторостроения предприятия «Мотор Сич» и заглянем за кулисы уникального производства. Украина присоединилась к единой системе маршрутных сборов евроконтроля. Отечественные авиакомпании обязали вовремя платить по счетам. Государственное предприятие «Украэрорух» выходит из коронавирусного кризиса. Пилот самого большого в мире грузового самолета «Мрия» спрогнозировал, сколько еще будет летать авиалайнер-гигант. Далее в эфире рубрика «Новость авиации». С 1 ноября украинские авиакомпании, которые уклоняются от оплаты аэронавигационных услуг государственного предприятия «Украэрорух», потеряют право на полеты в Европу. Это последствия присоединения Украины к единой системе маршрутных сборов евроконтроля. Собирать деньги с авиаперевозчиков будет Центральное бюро маршрутных сборов евроконтроля. Сейчас между «Украэрорухом» и авиакомпанией Международной авиалинии Украины уже существует длительный судебный спор относительно оплаты аэронавигационных сборов. Но это и другим компаниям запретят летать в Европу только в том случае, если они продолжат игнорировать оплату счетов после 1 ноября. Государственное предприятие «Украэрорух» выходит из коронавирусного кризиса. Впервые регулятор воздушного движения над Украиной вышел в плюс. Чистая прибыль в третьем квартале 2021 года составила 183 миллиона гривен. По словам руководителя компании, положительной динамики удалось достичь благодаря комплексу антикризисных мер, эффективному использованию кредитов, международных финансовых организаций, а также увеличению числа полетов внутри страны. Командир экипажа Ан-225 Мрия Дмитрий Антонов спрогнозировал, что самый большой в мире самолет сможет летать до 2050 года. Как объяснил пилот, у самолета нет четко определенного ресурса и, по его мнению, Мрия будет летать без проблем еще минимум 25 лет, конечно, при должном обслуживании. Специалист отметил, что и в самолетах Мрия, и в самолетах Руслан постоянно проводят модернизацию комплектации этих крылатых машин. Предприятие «Мотор Сич» посетил министра внутренних дел Украины и представителя Министерства здравоохранения. Президент акционерного общества «Мотор Сич», герой Украины Вячеслав Богуслаев провел гостям экскурсию по предприятию и обсудил с делегацией перспективы развития вертолетостроения в Украине. Об этом в следующем сюжете. Вертолеты производства авиамоторостроительного предприятия «Мотор Сич» могут присоединиться к проекту единого аэромедицинского пространства. Большой потенциал запорожского производства оценил министр внутренних дел Денис Монастырский во время рабочего визита в Запорожье. Проект единого аэромедицинского пространства, хотя и является экспериментальным, уже успел доказать свою эффективность. Только в октябре во Львове провели 23 удачных спасательных миссии. И вертолет Ми-2МСБ-1, оборудованный по нормам современных реанимобилей, точно будет нужен украинским спасателям. Ми розглядаемо можливість долучення цього модернизованого гелікоптера до експериментального проекту за аэромедичною эвакуацією, який відбувається в Україні з 2021 року. Для 2022 року, якщо буде досягнуто принципових домовленостей з виробником та між міністерствами, можливо, ми долучимо цей продукт компанії МОТОРСИЧ до експериментального проекту. Один из главных векторов развития запорожского авиамоторостроительного предприятия МОТОРСИЧ – создание лопастей для винтокрылых машин. По уникальной технологии доступны всего пяти странам во всем мире. О технологическом процессе подробнее рассказал президент акционерного общества МОТОРСИЧ, герой Украины Вячеслав Богуслаев. В эфире прямо сейчас. На предприятии МОТОРСИЧ технология производства металлических лопастей освоена полностью. Теперь пришло время наладить серийное производство этих деталей из композитных материалов. По словам президента акционерного общества МОТОРСИЧ, герой Украины Вячеслава Богуслаева, композитные лопасти полностью украинского производства – это не мечта, а реальная цель. «Мы начали делать лопасти. И металлические, и композитные. Время металлическим лопастям сходит, еще 2-3 года, и мы их делать не будем. А время композитных лопастей наступает. Вы понимаете, что не только надо понимать, как их делать, точность, аэродинамика и прочность. Дело в том, что мы привлекаем, мы увлекаем за собой научные центры Украины. Вот на сегодняшний день, если по металлам, по материалам в Украине все есть, все есть. А по композитам материалам ничего нет. И вот сейчас мы от Чернигово, Чернигово, Львов, Черновцы, Депропетровск и Харьков подтягиваются по композитам». Делать лопасти из композитов моторовцы уже научились. Вопрос только в материалах для них. Одним словом, ничего здесь уже не осталось из неизвестного. Трудности только в приобретении материалов. Дело в том, что все материалы, или большинство материалов на композитных лопастей имеет, к сожалению, ограниченный срок года. Ну, клеи, лаки, у них там 3 месяца. Мы не можем купить на год, и нам нужно найти такого пустячка, что он равномерно, по мере израсходования, мог поставлять необходимое количество. Над этим мы работаем. Ну, партнеры у нас европейцы, мы с Европой работаем. Сейчас китайцы подключаются. Но это лишь временная проблема. Как подчеркнул Вячеслав Богуслаев, в Украине достаточно предприятий, которые способны обеспечить авиамостроительный авиастроительный флагман «Мотор Сич» всем необходимым. А мы говорим, и принципиально моя позиция, что все нужно делать в Украине. И мы можем делать в Украине. У нас было и осталось еще ткацкое производство. Нет нитей. Будем сначала покупать специальные нити, специальные прочности. Вот. И одним словом, я надеюсь, через два года, если мы сейчас покупаем на композитные лопасти, через два года, мы все будем делать в Украине. В этом я убежден. Композитные лопасти лучше металлических по многим характеристикам. Но главное – их больше ресурс и простота в обслуживании. Так вот, металлические лопасти работают до ремонта в полторы тысячи часов или две тысячи максимум. То композитные лопасти работают в пять-шесть раз дольше. А вообще между ремонтом ресурсов у них нет. У них календарь. В течение календаря надо их проверять, скажем, 500 часов, снова давать в эксплуатацию и так далее. Это во-первых. Во-вторых, если во время эксплуатации на металлических лопастях появляется удар, расстрескивание, эту лопасть проходит дефектацию и, как правило, ее списывают, то композитные лопасти даже после простреленной в боях, например, простреленной плоскости заклеиваются в воинской части и продолжают летать. Вот что такое новое время, вот что такое новое производство. Вот почему мы на моторе в Запорожье взялись за это новое дело. На предприятии «Мотор Сич» большая часть коллектива – молодые люди. Президент акционерного общества «Мотор Сич», герой Украины Вячеслав Богуслаев подчеркнул, одна из главных задач предприятия – обучение новых, высококвалифицированных специалистов. Ведь без них осваивать новые технологии будет невозможно. Мне очень приятно, что ребята, молодые, пришедшие с института, берутся за неизвестное для них, даже по институтскому курсу, дело и учатся, а мы их посылаем учиться в разные страны, и они осваивают, эти молодые люди, молодые конструкторы, осваивают свое дело. Только на производстве лопастей флагман отечественного авиамоторостроения не ограничится. Впереди создание фюзеляжа полностью из композитных материалов. Следующий этап у нас – это композитный фюзеляж самого вертолета. Надо понимать так, что военный фюзеляж вертолета или фюзеляж военного вертолета, конечно, должен быть металлический, потому что там всякие вооружения навешиваются на его, и прочность конструкции другая. А вот гражданский вертолет, он будет полностью композитным. Весь фюзеляж будет композитный, это будет сигара такая. Мы сейчас над этим работаем и будем все делать у нас. Президент акционерного общества «Мотор Сич», герой Украины Вячеслав Богуслаев поделился планами на будущее. Производство продолжит расширяться. И не за горами сертификация и выпуск новых украинских композитных лопастей. А сегодняшний выпуск проекта «Аэронавтика» подошел к концу. Оставайтесь с нами, чтобы знать больше о достижениях отечественных авиамоторостроителей и последних разработках украинских специалистов. С вами была Маргарита Безбородова. До новых встреч в эфире телеканала «Алекс ЮА». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова